Давайте поговорим вообще о постах с вами, чтобы вы знали, что это вообще за лечение, зачем это надо. Посты нужны для очищения организма. Это естественный способ очищать организм. Предназначены они для того, чтобы разные виды очищения, разные виды постов. Можно судьбу очищать постами, свой характер, а можно тело. Если хотите, сначала поговорим о характере. Для того, чтобы очищать характер, достаточно простой пост на воде. пост с водой это самый простой пост безобидный вод воду пьете сколько хотите вот можете выбрать один из двух двух вариантов поста или вы поститесь до обеда или вы поститесь весь день поститься до вечера и кушать вечером я вам запрещаю это разрушает здоровье в религиозных целях кто-то это делает это их дело уже но с точки зрения лечения или до обеда и выходим в обед из поста или выходим утром на следующий день без вариантов каких-то других понятно да пост на воде как лечить характер если вы чувствуете что у вас ну вы такой слабый человек в обществе вас не уважают обещание вы свои не держите как бы вот у мужчин это выражается в том что девушки не любит как-то не уважают не ценят вроде познакомилась потом бросила и человек не сильно заметный в обществе у него трудности с тому с тем чтобы себя уважать самого вот это ваша вакцина как бы касается пост воскресенье проблемы в отношениях солнцем влияния солнца неправильно а кадыши дадут духовное развитие а я вам говорю о характере сейчас понимаете если вы думаете любой пост будет характер развивать я вам говорю что каждый день недели связан с развитием каких-то черт характера и это не только я знаю это знали все древние вот допустим sunday что это как переводится солнечный день это что такое с английского как переводится воскресенье monday monday moon это луна день это день и так далее понимать на многих языках мира все эти дни недели так и переводится по планетам понимаете они так и переводится вот поэтому просто примите я изучаю это много долго уже и знаю точно как это работает я видел примеры как люди меняют свой характер в результате таких постов вот так же пост воскресенье укрепляет иммунитет дает возможность выполнять свои обеты продвигаться по службе улучшать свое социальное положение становиться ответственным и для мужчин для мужчин красивым потому что мужская красота это ответственность сил ответственности вызывает в женщинах восторг им нравится такая вещь вот дальше когда человек чувствует что ему очень трудно устанавливать отношения с близкими людьми у него в отношении с близкими людьми пропасть преграда какая-то если человек чувствует что у него нарушен сон если человек чувствует что он очень чувствительный раздражительный склонный к перегрузкам психическим в общении с людьми если человек у женщин нарушен болезни мечные или цикл нерегулярный нарушенный то это значит что поститься надо в понедельник на воде если человек женщина девушка не может долго выйти замуж холод у нее в сердце любить ник полюбить никого не может пост понедельник дальше если человек безвольный у него слабое пищеварение мужчин часто бывает нарушение в семени то есть не хватка семени в организме если человек чувствует что у него трудности какие-то с тем чтобы отстаивать свое право на что-то он такой слабовольный не может соблюдать режим дня сил не хватает на работу продвигаться внутренней по службе в отношениях там отстаивать свое доказывать вместо гнева слезы и обида это значит что нужно поститься во вторник у женщин обида слезы это нормально я говорю мужчин вот это значит нужно вовсе спаститься во вторник это значит что плохая связь с марсом понедельник это луна да луна отвечает за семейные отношения во вторник марс воля пищеварение мужские половые функции матка если в тонусе находится выкидыши тоже пост во вторник у женщин не способность отстаивать свое мнение слабой воли или наоборот человек очень агрессивные отстаивать свое мнение постоянно всех диспотирует тоже пост во вторник в среду вам не скучно такая тематическая лекция я в основном вас развлекаю пою танцую а здесь как бы вот я не развлекаю вы наверное спать начинать потихоньку может вас развлечь ладно а вот это другое немножко понимаете есть религиозные посты причем здесь некоторые говорят нет нет вот именно в этот день ты любовь к богу получишь а другой говорит нет нет в этот день знаете что религиозные посты означает пост вашей вере вот во что вы верите там связь богом и идет и именно в этой вере и надо поститься по тем дням которые вам вера указывает есть религиозные календари посмотрите где надо поститься и поститесь там для бога понимаете в это время после чего нужен чтобы энергия для молитвы высвобождалась если вы поститесь и в это время занимаетесь непонятно чем тогда это не бесполезно пост нужен для того чтобы больше думать о боге молиться вот силы высвобождаются для этого в этом смысле каждый в своей вере берет пост и и находит религиозный пост улучшает духовную силу и способность побеждать судьбу связь богом увеличивается каждого человека своей среду когда человек чувствует дисгармонию с погодой постоянно погода изменилась заболел ему трудно общаться с людьми у него нет контакта друзей мало друзей мало не с близкими людьми а просто с людьми с обществом речь слабая ему тяжело выражать свои мысли человека дисфункции в теле какие-то постоянно там там-то там дисфункция то там ритм сердца страдает или дисфункции в желчеводящих протоков и так далее это значит что ему надо поститься с водой на воде в среду и у него связь плохая с меркурием по жизни если человек чувствует что ему трудно вдохновиться чем-то в жизни он такой не вдохновляемый депрессии депрессии часто бывает но трудно выбрать себе наставника свою веру в жизни трудно найти человек также чувствует что у него не хватает силы в одну энтузиазма развиваться работать над собой то в этом случае надо поститься по четвергам плохая связь с у питера иммунитет обычно плохой тоже слабый в этих людей дальше если человек чувствует счастья нет жизни вот нет радости счастья нет у женщин также часто депрессивное состояние такое слезы постоянно обидчивость ничего не радует нарушение гормональных функций у женщин бывают нарушение веса допустим часто полнеют сильно или наоборот худеют мужчин нет радости в жизни нет радостных добрых отношений с людьми мир этот непрекрасен природа не нравится ничего не нравится все пусто пост пятницу очищается чувственное восприятие мира чувство с миром начинает контактировать связан с венерой если человек чувствует что жить стало очень тяжело работы нет семьи нет суды пересуды ипотеку взял отдать не могу вот проблемы с властями из россии удрать хочу здесь тяжело жить не могу вот куда нибудь в далекие края где лучше всегда напряженное отношение со всеми это пост субботу означает плохие отношения с сатурном пост на воде в субботу разобрались по дням недели связаны с характером посты я уже а если вообще не кушать то помрешь спасибо за вопрос как-то развеселились хоть спасибо вам это без вас было как-то скучно да то есть некоторые люди говорят олег геннадь мне все нравится я пощусь всю неделю значит я вам обещаю что в этом случае ничего хорошего не будет силы человека могут войти только в один день понимаете не поститесь два дня подряд это глупость понимаете не нужно издеваться над своим организмом понимаете мы делаем глубокое лечение бег бег на месте до изнеможения до высотский пел об этом если а если вам совсем не мется занимайтесь чем придется бег на месте до изнеможения ну то есть он смеялся над теми людьми которые глупо занимаются спортом вот этим всем если уж говорить о спорте знаете самый лучший бег это когда тебе нравится бежать самая лучшая гимнастика когда тебе нравится делать гимнастику еще немного василь петрович это не бег это издевательство над собой радуйтесь бегу радуйтесь воде радуйтесь природе радуйтесь солнцу тогда во время радости идет лечение если вы себе ставите цель сегодня бегу километр завтра полтора после завтра три это не лечение уже это просто вы себе доказываете что вы крутой один раз в год если вы не бегаете раза два в неделю а беги смысла нет говорить уже я я просто вот иногда бегаю потому что опаздываю куда-то раз в год это не спорт у нас нет никакого образа жизни у нас есть во что-то вера и мы действуем вы не понимаете хорошо расскажу расскажу а если у меня образ жизни такой что я душу в трубочку что это значит это значит что я просто чего-то недопонимал раньше сейчас я вам объясню кое-что вот смотрите если у вас есть любимый человек вы найдете с ним время встретиться в течение дня на свидание честно найдете или не найдете вот любимый сильно любите человек конечно найдут точно так же зарядка если любите будете делать да нормально супер отлично я также делаю тоже у нас с вами похожие идеи нормально а если вы говорите о том что образ жизни такой что зарядку не некогда делать это значит что вы хотите просто проэкспериментировать со своей жизнью я не про вас вообще про все если хотите дышать в трубочку или какать в трубочку тогда можно попробовать долго ждать не надо понимаете проблема заключается в том что раньше людям все это не надо было делать потому что они жили на природе понимаете природа сама лечит они работали физически в течение дня они желали и так всем счастья потому что была такая культура сейчас мы смотрим вот выйдете сейчас метро поймете о чем речь люди все нахлобученные все чем тяжело никто ничего никому не желает понимаете природы кругом нет каменные джунгли понимаете нет силы нет возможности дышать наш организм должен дышать не только асфальтом понимаете асфальт не дает здоровье дома каменные не дают здоровье деревья дают здоровье почему надо к деревьям стоять вставать становиться и вызывать у соседей на смешку почему мы должны рисковать своей репутации так вот начала ходить на лекции олег геннадьевич видите какой результат стоит возле деревьев теперь всегда скоро уже в домик неизвестного архитектора поселим нормально сейчас давайте дойдем до него беременным не надо будьте осторожны не не надо будьте осторожны подождать да не надо не рискуйте молоком попаститесь можете потерять молоко не надо то такая организм настроен аккуратненько с ним обращайтесь вы беременная кормящая не нужно итак входить выходить хороший вопрос входить просто вот вы проснулись и не кушайте пьете водичку а выходить нужно легкой пищи очень аккуратно у каждого человека своя легкая пища но в целом я вам расскажу что можно назвать легкой пищей те продукты которые из которых вы можете выбрать это тушеный шпинат очень легкая пища финики очень легкая пища бананы очень легкая пища потом дальше авокадо легкая пища разбавленный кефир водой это легкая пища в два раза где-то два раза вот потом легкой пищей является но у нас нет папайя очень легкая пища это первое питание моно моно питание одним продуктом то есть или финики или бананы или допустим тушеный шпинат зелень вот это шпинатная она очень она очень легкая это самая легкая пища дальше то может быть ну вот так вот такие продукты вот такие в основном еще может вы что-то мне добавить и гречка с молоком до гречка с мол нет молоко вами надо с молоком легкая пища для кого-то да можно гречку добавить согласен не чисто гречка а вот или да с молочкой даже рано утром да с молоком пока солнце не зашло или гречка с кефиром может быть днем до разбавленная протушеная как бы гречка такая мягкая пища такая чисто гречка нелегкая пища соединение с молочным продуктом уже легкой становится свекла нелегкая пища яблоко нет дальше огурцы нелегкая пища кабачки могут быть легкая пища да кому-то может можно пробовать тушеные кабачки выходить с поста кому-то можно кому нравится такой продукт а капуста квашеная капуста квашеная нелегкая пища творог тем более масло лучше не добавлять при выходе из поста печеные помидоры вообще нелегкая пища чай это опасно для здоровой пищи там содержится кофеин и ван чай нормально ван чай зеленый чай можно можно но не нужно чай лучше не пить там кофеин содержится а если чай ферментированный черный чай зеленый это просто чай да и сферментированный чай то есть подгнивший там уже лсд еще содержится а пить нечего есть только чай больше кроме то чая ничего нет чай кофе все больше ничего нет ничего я не знаю больше никаких трав на земле растений почему нельзя правы кто сказал что мисс вам нельзя почему нельзя мяту можно кто исключил и зачем